Бочки аплодированы, нет? Или просто? Там есть что-нибудь? Можно посмотреть на коньяки и на тетропаке? Это обычный продуктовый магазин под Анапой. Алкоголь на любой вкус. В бутылках, бочках и тетропакетах. Только вот документов на продукцию нет. Сотрудники полиции после проверки изъяли 280 литров суррогата. Таких мест, где продаются фальсификат под маркой «Вина Кубани» в крае сотни, если не тысячи. Суррогат льется рекой, особенно на Азово-Черноморском побережье, в разгар курортного сезона. Войну фальсификату в регионе объявили в прошлом году. И первые результаты уже есть. Но и проблем остаётся ещё немало. О них говорил на совещании губернатор. Александр Ткачёв собрал своих заместителей, краевых министров, глав городов, курортов и силовиков. Стартует курортный сезон. И навести порядок на рынке алкоголя – одна из главных задач. В последние годы, надо сказать, нам удалось выстроить достаточно эффективную систему контроля качества. Только в 2013 году из оборота было изъято 844 тысячи литров алкоголя непонятного производства. Активнее всего эта работа велась в Анапе, где суррогатом торговали чуть ли не с каждого подвала. Такие же рейли проходили в Лежике, в Сочи, в Тюмрике. Но, к сожалению, даже несмотря на проделанную работу, в прошлом году в крае от отравления суррогатным алкоголем погибли 179 человек. В думаете, эту цифру. Поэтому, я считаю, нам нужно ещё раз активизировать работу с нелегальным алкоголем на уровне муниципалитета. Особенно на курортах мы прекрасно понимаем. Больше 10 миллионов отдыхающих, конечно, все пытаются сосредоточить свои ресурсы, продавать некачественную продукцию именно там. Почти весь алкоголь на Кубани привозной. В крае производят только 11% коньяка от общего объёма. На прилавках в основном продукция из столицы. При том, что виноградных шатон ни в Подмосковье, ни тем более под Петербургом нет. Зато в регионе развивается и вполне успешно. А теперь новый вид торговли через интернет. Налоги такие бизнесмены не платят. И о качестве алкоголя говорить не приходится. Появилось большое количество интернет-сайтов, предлагающих купить различного рода товар. Начиная от спичек, заканчивая стаканчиками с различными. А в подарок получить алкоголь. Понятно, что это обход закона. При этом возраст покупателей никого не интересует за качество. Никто не несёт ответственности. И, конечно, это беспредельный вызов обществу. Где разливают алкоголь для продажи, невозможно угадать. Только в этом году на Черноморском побережье уже выявлено семь подпольных цехов по производству крепких напитков. Торгуют откуда придётся. Магазины открывают прямо в доме или в гараже. А в Геленджике умудрились организовать бизнес прямо в коровнике. Главы курортных территорий сегодня докладывают, что ситуацию во многих населённых пунктах уже удалось переломить. Регулярно проводятся рейды совместно с казаками и общественниками. На местном уровне уже приняты решения, которые помогают бороться с продавцами нелегального алкоголя. В марте месяце приняли решение по правилам землепользования и застройки, где запретили вообще размещение таких видов торговли, как кафе, бары, рюмочные, вина Кубани, о которых говорили, чтобы не дать возможность торговать именно со своих земельных участков или домовладений, которые есть. И то, о чём Вы сказали, Александр Николаевич, на самом деле лицензии дают, торгуют с гаражей. Это организовано как рюмочное, объект не введён в эксплуатацию. Это тоже немаловажно, на что, может быть, нужно обращать внимание для того, чтобы выдавать эту лицензию. На штрафы мы уже не повлияем с Вами за эти два месяца. Конфискация, Александр Николаевич. Полиция знает об этом? Полиция. Полицейский. Да. Полиция знает об этом? Александр Николаевич, у Вас практика такая. Значит, мы выходим на объект, изымаем, мы не конфискуем, изымаем данную продукцию и соответствующие образцы передаём на экспертизу. Если, соответственно, экспертиза нам даёт, что данный товар реально опасен для жизни и здоровья, соответственно, мы уже на законных основаниях изымаем всю партию. Чуть ли не половина продаваемого алкоголя на Кубани – это контрафакт, говорят эксперты. В каждом втором магазине не соблюдают санитарные правила, а в каждом пятом нарушают законодательство на продукцию, зачастую нет документов, а порой и лицензии на продажу алкоголя. В регион суррогат попадает в основном из республик Северного Кавказа и Подмосковья. Именно поэтому на совещании не раз предлагали усилить контроль именно на дорогах, на границе с другими регионами. Опыт Сочи доказывает, что легче пресечь провоз суррогата, чем потом искать его на прилавках магазинов. Во время Олимпиады на посту Магри работали сотрудники Роспотребнадзора, которые совместно с полицией задержали тысячи литров фальсификата. Мэр Сочи предлагает вернуть такую практику. Советует ужесточить проверки и другим главам курортов. Основная часть идет через пост Успенский, но мы проанализировали, порядка 80% это транзит, вывозят данную продукцию в центральную часть России, но 20% остается на территории края. Усилили достаточно серьезно наряды, проверяется каждый автомобиль, который перевозит алкоголь. Нелегальное производство алкоголя – это прибыльный бизнес. Штрафы за такую деятельность ничтожно малы. Для юридических лиц 30-40 тысяч рублей, для физических – около 3 тысяч. Именно поэтому предприниматели не регистрируют фирмы, а торгуют горячительными напитками, как обычные граждане. Когда бутылка стоит 250 рублей на рынке, если ее продавать нелегально, то прибыль составляет 150 рублей. То есть себестоимость практически 100 рублей. А если легально, то прибыль составляет от 20 до 40 рублей. Вот и делаем выводы. Конечно, этот бизнес процветает. Конечно, огромное количество людей будут способствовать, если мы здесь не поставим заслон на ввозе этого огромного количества спирта или другой продукции подобной. У краевых властей уже есть вполне понятная стратегия борьбы с нелегальным алкоголем. Регион намерен вновь выйти с инициативой увеличить штрафы за продажу суррогатом до 2 миллионов рублей. Причем независимо от того, кто торгует – магазин или частное лицо. Специалисты Роспотребнадзора предлагают брать больше пропалкоголя на экспертизу в разных торговых точках и не только в крупных. А со своей стороны власти обещают устранить бюрократические препоны при получении лицензий для тех предпринимателей, кто может гарантировать качество крепких напитков и вина. С июня месяца мы в пилотном проекте, с сентября мы начинаем принимать все разрешения выдачи лицензий через МФЦ, чтобы максимально оградить чиновников, отстранить их от механизма какого-либо индивидуального подхода. Вторая задача – нам необходимо добиться изменения федерального закона, чтобы вот этого перекоса ответственности, по сути, безответственности физических лиц не происходило. И последний элемент – мы считаем, что в каждом муниципалитете не так дорого. Те семь аппаратов комплексов, которые мы используем по проверке штрих-кода и акцизной марки, они недорогие. Там в пределах 60 тысяч рублей мы имеем возможность в течение минуты считывать показатели по легальности этой марки и место его производства. Усилить работу должны все контролирующие ведомства. Александр Ткачев призывает выходить чаще в рейды полиции сотрудникам Роспотребнадзора, проверять торговые точки, где продают алкоголь. Подключаться должны представители всех уровней власти – от администрации до муниципалитетов. Не будет лишним и общественный контроль. Я обращаюсь к главам городов. Если вы видите нарушение, соответственно, с законом, с нашими постановлениями, то же самое – выходить с инициативой. Будем отбирать. Бесчадно. Вот понимаете, нам нужен рынок зачищать, в том числе и в жестком виде. УВД Вячеслав Александрович и участковые проверяют, именно откуда продукция. Легальная, нелегальная. Если все это нелегально, значит, угловно дело, и опять отбор лицензии, и всей продукции, и так далее. Роспотребнадзор проверяет, естественно, санитарное состояние, правильно, и объекта. Естественно, отбирает пробу качества вина. То, что мы говорим, естественно, на качество здесь упор делаем. Очень прошу, надеюсь, на общественные организации. Мы должны выявлять, мы должны, так сказать, придавать это все гласности максимально. Тогда мы потихонечку будем защищать. Я еще раз говорю, это не только безопасность, не только здоровье наших жителей края, но существенное значение мы здесь выделяем. Мы тем самым даем зеленую дорогу нашим честным товаропроизводителям. Честных производителей в крае сегодня тоже достаточно. Кубанское вино – бренд, известный во всем мире, и всегда отличался качеством. Это одно из главных конкурентных преимуществ, и важно сохранить репутацию региона, где производят качественную продукцию из настоящего винограда. Поэтому суррогату на Кубани, уверен губернатор, уж точно не место. Евгения Матвиенко, Евгений Вольский, Денис Перец, Денис Москаленко, 9 канал, Краснодар.